Вопрос про смещение таза. Здравствуйте, я не знаю откуда у меня взялось это смещение таза, оно у меня уже давно, раньше на это просто внимания не обращал. Думал, что такое строение костей. Сейчас думаю, что это из-за искривления позвоночника, хотя визуально никакого искривления не видно. Собственно, вот фотка, боли нету, разве что на приседаниях, иногда в зале. Возможно ли это исправить 22 года? Вот, вот, фотография. То есть здесь на фотографии, что видно, что видно на фотографии, что левая половина таза, она как бы поднята вот сюда, повернута, правая половина таза наоборот, развернута наружу. То есть здесь, на этой фотографии, правая половина таза смещена вот таким вот образом, вверх, а левая половина таза, то есть правая, вот сюда она как бы смещена, а левая половина, вот сюда вот. То есть таз вот в таком положении. Вот таким образом может меняться положение. Вот так вообще, вот в таком положении находится таз. Правая крова таза поднята вверх и смещена ближе к центру, а левая крова таза вываливается наружу. Когда такое происходит? Здесь две мышцы стабилизируют таз в боковом направлении. Это наружная и внутренняя касаемость живота, сверху, которые начинаются от ребер и нижнее их место крепления, это подкошная кость. И вторая мышца, это средняя ягодичная. Она таз стабилизирует внизу. И положение тазовой кости именно вот это вот боковое, это баланс вот этих двух мышц. Косых мышц живота, наружный и внутренний, и средняя ягодичная мышца. Если какая-то из них перестает работать, другая начинает укорачиваться, как антагонист этой мышцы. Если ослабнет косая мышца живота, то будет укорачиваться средняя ягодичная мышца. И таз будет вываливаться наружу вот сюда. И наоборот, если ослабнет средняя ягодичная мышца, то будут укорачиваться косые мышцы живота. И в этом случае таз будет изменять свое положение в противоположную сторону. Вот в этом случае, именно вот в этом случае, здесь как раз мы видим, что с левой стороны, с правой стороны, с вот этой получается, с правой стороны, укорочены косые мышцы живота, и есть слабость средней ягодичной мышцы. И с противоположной стороны, наоборот. Укорочена средняя ягодичная мышца, и есть слабость косых мышц живота. Что дальше делать? Нельзя сразу начинать тренировку этих мышц. То есть, вот вы теперь узнали, что у вас с этой стороны, с этой стороны, что у нас было? С левой стороны. То есть, вот мы узнали, что с левой стороны у нас не работают косые мышцы, с правой стороны у нас не работают средние ягодичные мышцы. Нельзя взять и начать их тренировать, потому что ничего кроме обострений, ничего кроме появлений боли это не вызовет. Сейчас боли нет, потому что более-менее все компенсировано. Начнете тренировать неработающую мышцу, наоборот, могут боли появиться. Сначала нужно нам выяснить, из-за чего эти мышцы не работают. Вот, например, средние ягодичные мышцы. Самые частые причины. Тазобедренный сустав, компрессия нерва в этом случае не работает вместе с большой ягодичной мышцей. На разных уровнях. На уровне мышц позвонкового отверстия, на уровне компрессии. Из-за укорочения грушевидной мышцы может быть. Несколько причин. В самой мышце может быть причина, например. Самые частые причины. И только их устранив, можно дальше мышцы тренировать. Но вот наиболее часто из моей практики причина слабости средней ягодичной мышцы в тазобедренном суставе. И одновременно при слабости средней ягодичной мышцы еще часто бывает ущемление сухожилия подвздошной мышцы, поясничной подвздошной. С другой стороны, знаем, что слабые косые мышцы живота. И в этом случае тоже нельзя взять их и начать тренировать. Потому что они не просто так слабые. С другой стороны, они нормальные. Здесь самая частая причина либо смещение ребра, либо фиксация ребра в этих суставах, между позвонками и ребрами, реберно-поперечных суставов. То есть здесь сначала фиксацию надо устранять, заставить ребро двигаться во время вдоха-выдоха. Потом нужно только тренировать. Только таким образом можно будет баланс таза восстановить в любом возрасте, хоть 22 года, хоть 122 года. Если вот здесь еще подвижность в суставах есть, если здесь еще не все срослось у вас, не одна сплошная кость, а еще сохраняются движения между суставами. Тогда хоть 22 года, хоть 2, хоть 23, все можно восстановить.